Тема у нас вируса герпеса. Ну, обсудим, постараемся все, но в большей степени, конечно, уделим внимание самым таким проблемным. Это герпес 6 типа, цитомигаловирус и вирус Эпштейнобара. Ветрянка, не думаю, что будет сильно кому-то интересно. Все они уже более-менее все знают. Основные вопросы мы с вами обсудим. По поводу вопросов, ребят. Я понимаю, что сейчас сразу мне начнут задавать вопросы. Я предупреждаю, я сначала буду рассказывать, а потом уже, сколько успеем, я отвечу на ваши вопросы. Сейчас пока задавать его смысла нет. И вот опять же, по поводу коронавируса. Давайте пока коронавирус оставим. А то сейчас куча вопросов по коронавирусу будет. Ни одним коронавирусом живем. Есть и другие болезни у нас. Я не... Эта проблема не в камере. Тут подсветка... Свет плохой, поэтому такая... Поэтому такая проблема. Ну, может, чуть-чуть, если лучше стало, окей. Да, минус 10 лет, да. Дядя Женя уже не тот. Побрился. Ребят, ну, спасибо за советы, как поставить все. Я, честно, старался сделать как мог. Поверьте, если нельзя штуру закрыть, значит, ее нельзя закрыть. Я бы сразу сделал бы это. Давайте пока оставим все как есть. Давайте пока оставим все как есть. Я отключу звук. И... ну, я думаю, меня видно. Ну, это не настолько прям все плохо, что абсолютно ничего не видно. В общем, тогда, я думаю, будем начинать. По времени у нас уже, в принципе, все подходит. Уже 12 часов. Значит, смысл такой. Мы еще раз отвлечемся от всех остальных, пока на данный момент, проблем в мире. Мы сейчас обсудим совсем другую проблему, на самом деле, никуда не девшуюся. И я уверен, когда вся эта вспышка коронавируса закончится, мы все равно вернемся к нашим баранам. И все равно будет куча этих вопросов по поводу вирусов Герпеса. И для того, чтобы начать, начать, наверное, мы... Начинать мы, наверное, будем с того, что какие конкретно вирусы Герпеса существуют. Мы их вкратце опишем. Потом разберемся, какие заболевания они реально могут вызывать. Это вот будет самый основной, наверное, момент. Обсудим, как лечить эти заболевания правильно. И потом уже будем разбираться, почему не надо лечить все на свете болезни и связывать их именно с Герпесами. Я имею в виду, что есть определенные болезни, связанные с Герпесами, а есть все остальное, которое абсолютно никакого отношения к Герпесам не имеет. Но мы, конечно же, к сожалению, пытаемся это все связать. Точнее, не мы, а врачи, иногда пациенты. И вот будем это обсуждать. То есть, что лечить нужно, что лечить не нужно. Еще раз прошу прощения, но я пока ваши вопросы читать не буду. Я буду отвечать на них уже после того, как закончу основную часть. Итак, какие же вирусы Герпеса у нас на сегодня существуют? Мы их знаем 8 штук. Это вирусы простого Герпеса первого-второго типа. Также это третий тип, это вирус ветрянки, ветряной оспы, то есть парицелозостер. Четвертый тип, это вирус Эпштейнобара. Пятый тип, это цитомегаловирус. Шестой-седьмой тип, так они и называются, Герпесы шестого-седьмого типа. И восьмой тип, который мы трогать не будем, потому что он на данный момент слабо довольно изучен, но и в принципе он имеет отношение только к развитию определенных опухолевых заболеваний. То есть, основное, что он делает, вот эти вот вещи, это бывает довольно редко, нам это особо не интересно, поэтому будем работать именно с первыми семью. Первый-второй тип Герпеса, все о нем знают, все о нем слышали, это то, что вызывает так называемую простуду на губах, это самое основное заболевание, которое связано с этими типами Герпеса, а также генитальный Герпес, да, у взрослых. Так вот, собственно, нужно начинать с того, что большинство Герпеса, в том числе Герпес первого-второго типа, большинство людей заражается этими Герпесами, типом Герпеса, еще в раннем возрасте, то есть ранний детский возраст, подростковый возраст, очень редко человек заражается впервые, уже во взрослом возрасте. Примерно 50%, если не больше, людей, население нашей планеты, уже имеют вирус простого Герпеса в своем организме. И чаще всего заражаются именно дети. Заражение может происходить от людей, которые являются носителем этого вируса, то есть, как правило, это тесные контакты через поцелуй и через слюну, потому что этого вируса, как правило, много в слюне, но также он может быть в тех высыпаниях простуды, то есть простого Герпеса, высыпания вот этих, лабиальный Герпес, если у человека есть высыпания на губах, то в эти пузырьки могут содержать вирус, и, конечно, эти высыпания очень заразны. Поэтому можно заразиться от того, у кого есть полноценное высыпание вокруг Герпеса, или же, собственно, если человек просто является носителем эпизодически, и на протяжении жизни может появляться в слюне вирус Герпеса, даже если нет высыпаний вокруг губ. И заражение в основном происходит именно от поцелуев, чаще всего от бытовой контакта, то есть, среди родственников. Поцелуи бабушки, дедушки, мамы, папы, другие родственники целуют ребенка, и через, собственно, ротовую полость потом происходит проникновение вируса в организм. И нужно понимать, что в большинстве случаев заражение происходит абсолютно бессимптомно. То есть, мы даже не знали о том, что человек заразился. Никаких симптомов просто нет. Особенность это мы говорим о раннем детском возрасте. Тем не менее, часть детей дают такое кратковременное заболевание, как герпетический генгивостоматит. Я думаю, вы о нем слышали. Это вот высыпание с высокой... Это температура высокая с высыпаниями во рту, высыпаний много на языке, на щеках, на деснах. Десна при этом, как правило, становятся такие красные, бордовые, кровят очень легко. Температура там под 39, под 40, иногда даже выше. Может быть насморк, может быть кашель. Но это такое минимальное. В основном это температура высыпания, болезненные во рту. Это заболевание самопроходящее. Оно практически никогда не ведет к чему-то плохому. Особенно у детей с нормальным иммунитетом, которых подавляющее большинство у нас. И заражение, то есть происходит и такое болезнь кратковременная. Это обычно температура до 7 дней, может быть реально 7 дней лупашить. А потом температура просто падает, и высыпание в пределах недели-двух тоже полностью заживает. Вот такое, собственно, это заболевание герпетический генгивостоматит. То есть это характерно для детей. Для взрослых это редко бывает. В основном это, собственно, детки. Первичное заражение протекает в такой форме. Лечение, сразу же обсудим тогда вкратце. Лечение заключается в симптоматическом лечении. То есть мы просто обезболиваем это все, сбиваем этим же препаратом температуру. То есть мы используем жиропонижающие, ибупрофен, парацетамол в стандартных дозировках. Стараемся сбить температуру. Это же хорошо обезболивает. Ну, по крайней мере, по максимуму обезболивает. Для того, чтобы ребенок хотя бы пил, этого достаточно. В рот старайтесь, пожалуйста, ничего не засовывать, потому что местное обезболивание плохо очень работает, увы. Я имею в виду все эти спреи, все эти леденцы, все эти полоскалки. Это обычно приводит только к дискомфорту, особенно если ребенок маленький очень. Если это человек старше 5-6 лет, то в принципе уже можно пробовать. Но опять же, там эффект довольно слабый. Лучше всего пользоваться стандартным ибупрофеном, парацетамолом. И вот пока у ребенка есть температура, пока есть боль во рту, ему дают парацетамол, ибупрофен. И ждут, пока высыпания пройдут, когда температура спадет. Важный момент, что это заболевание можно лечить, то есть можно ускорить процесс выздоровления. Для этого нужно использовать препараты типа ацикловир, валацикловир. Но у детей зарегистрирован только ацикловир, поэтому ацикловир. Есть определенные схемы, это доктор должен знать. В самом начале, только важно, до 3-х суток от начала первых симптомов нужно начинать лечение для того, чтобы эффект был. Потому что если начинать лечение позже, эффекта уже особо не будет. То есть, если вы успели, доктор поставил диагноз в течение 3-х суток от начала первых симптомов, конечно же, ацикловир, хорошая штука, сокращает длительность болезни на сутки, на двое. Если же не успели, не расстраивайтесь, просто даем обезболивающий жаропонижающий препарат, поим, не боимся, что ребенок не кушает постепенно, когда все высыпания пройдут, ребенок будет кушать. Поэтому самое худшее, что вы можете делать, пытаться запихнуть ребенка все это в надежде, что он не кушает, значит все умрет, завтра не умрет. Вот. Организм рассчитан на то, что ребенок может долго находиться без еды. Поверьте мне, это, ну, я понимаю, что это страшно выглядит и звучит, но по факту ничего с ребенком не случится за эту неделю, что он там подъедает еле-еле. Вы давайте хотя бы питье, этого достаточно. Вот обезвоживание это плохо. Вот. Собственно, то есть, что мы имеем? Первичное инфицирование у детей и взрослых обычно протекает либо бессимптомно, либо в виде кратковременной болезни. Потом на протяжении жизни этот вирус сохраняется до конца жизни. И части людей это может проявляться в виде повторных высыпаний, как правило, на губах, а может не проявляться. То есть, это вот важный момент. От нас это особо не зависит. К сожалению, большому мы на это повлиять не можем. И нужно понимать, что большинство людей, заражаясь этим, собственно... Сейчас, извините, я попробую комментарий отключить, потому что мне постоянно что-то пишут. Я потом включу, извините. В общем, то есть, участие людей могут периодически на протяжении жизни, потом, даже с большим интервалом, если вы заразились в детском возрасте, то, возможно, в взрослом возрасте могут появляться высыпания. Высыпания, как правило, в более мелком количестве, без температуры, просто вот это вот наша любимая простуда, или, как правило, называется лобиальный герпес на губах. Это может появляться пару раз в год, это может появляться реально очень часто, чуть ли не несколько раз в месяц. К сожалению, опять же, это от нас не очень сильно зависит. Мы не можем просто что-то сделать, чтобы оно взяло и перестало. Ну, можем точнее, но не раз и навсегда. Сейчас обсудим, что это означает. Значит, высыпания могут появляться, от нас это особо не зависит. Это вызывается, ну, стимулируется, как правило, болезнями, чаще всего на фоне какой-то орвы, и там сопли, кашель, температура, понос, ну, что-нибудь из вирусных инфекций, иногда бактериальных, может посыпать высыпание лобиального герпеса. Иногда это может быть стресс, очень часто на фоне солнца, то есть, солнце попадает на кожу и часто стимулирует появление высыпания. То есть, факторов много, и, к сожалению, большому на всех них повлиять практически невозможно, то есть, ну, нельзя просто взять и перестать болеть, нельзя просто не выходить на улицу, нельзя просто перестать нервничать. То есть, это, к сожалению, такие факторы, которые чаще всего стимулируют появление герпеса, но на них повлиять очень тяжело. И что мы можем сделать по факту? Во-первых, нужно смириться с тем, что какая-то часть жизни у нас с этим высыпанием будут. И чаще всего это заканчивается в пределах нескольких лет. Но описаны случаи, и, возможно, кто-то из вас с этим страдает, и 10 лет, иногда даже и больше. И нужно понимать, что, к большому сожалению, выключить это сложно, но мы можем, по крайней мере, временно облегчить течение болезни, то есть, уменьшить вероятность появления и обильность этих высыпаний. То есть, что мы можем делать? У детей и у взрослых есть препараты, которые используются для профилактики рецидивов. У детей это, в частности, ацикловир, у взрослых старше 12 лет можно использовать валацикловир. Есть специальные схемы, которые, к сожалению, доктор только знает. И эти схемы используются двумя типами. Либо же вы начинаете прием препарата, когда еще нет высыпаний, но они уже ощущаются, вот это вот зуд, жжение, чувствуется, что вот сейчас будет, сейчас будет, и оно там через день или в течение суток появляется. Если вы можете поймать этот момент, вы или ваш ребенок, то в таком случае определенная доза препарата валацикловир либо ацикловир, правильно принятая, может уменьшить вероятность появления этих высыпаний, чтобы их вообще не было, либо же было в мелком количестве и быстро прошло. Это очень важный момент, нужно ловить именно, когда нет высыпаний. То есть, когда они уже появились, это все бесполезно, да? Также есть вариант, если, например, ребенок, который не может вам сказать, мама, у меня что-то чешется, завтра будет герпес, или это взрослый, который тоже не может поймать этот момент, ну, не удается. Насколько они часто, эти высыпания, либо просто не удается поймать. В таком случае есть схемы, когда человек каждый день получает этот препарат. Да, каждый день в низких дозах, но получает, и в таком случае, пока получаешь, все отлично. Ну, по крайней мере, высыпаний намного меньше, а чаще всего полностью они исчезают, просто перестают появляться. Но пока пьешь, все хорошо, убираешь, может все вернуться. Поэтому схемы, как правило, довольно долгие, но я имею в виду, это схема приема на постоянной основе довольно долгая, иногда это, ну, чаще всего 12 месяцев, иногда можно попробовать и меньше, там, 3-6 месяцев, но нужно просто быть готовым к тому, что если это короткие курсы, там, 3-6 месяцев, то чаще всего после отмены оно все возвращается. Ну, вам просто нужно принимать этот препарат, проконсультировавшись с доктором, принимать препарат и понимать, что вот я принимаю, например, там год, потом я бросаю его, и потом я смотрю, какой у меня результат. Вернулись высыпания или нет? Вернулись, обратно можно вернуть препарат. Он довольно хорошо переносится, можно жить спокойно с ним. Если высыпания больше не возвращаются, дай бог вам здоровья, живите себе спокойно. То же самое касается генитального герпеса взрослых. То есть, на самом деле, там, конечно, заражение происходит через половой контакт, поэтому он бывает только у взрослых. И там такие же самые моменты. То есть, первичное инфицирование протекает более бурно, высыпаний много, температура, увеличены лимфоузлы паховые, но потом постепенно все проходит. И тоже, если вы поймали момент в начале, то в идеале препараты пить ацикловир, волоцикловир, если не поймали, просто обезболивающие и все. В дальнейшем высыпания могут быть, а могут и не быть. Если они бывают, то же самое препараты по той же самой схеме ацикловир, либо волоцикловир, и живем себе спокойно дальше. То есть, это, собственно, вкратце, что такое герпес первого, второго типа, какие высыпания, какие заболевания не могут давать, и как себя правильно с ними вести. Это мы говорим о людях с нормальным иммунитетом. То есть, это большинство людей. И большинство тех, кто сейчас меня смотрит, у вас или у ваших детей, у вас нормальный иммунитет. Очень редко этот вирус герпеса простого может вызывать тяжелое состояние. Это, в частности, именно дети или взрослые с иммунодефицитом. То есть, там может быть энцефалит. Это основное его осложнение. То есть, иногда вирус простого герпеса может давать энцефалит. Это редкая ситуация, поверьте мне, намного реже, чем вы думаете об этом. И это тяжелое состояние, это поражение головного мозга с параличами, с парезами, с потерей сознания, с отеком головного мозга. Ну, то есть, много там моментов, которые ведутся, как правило, в больнице и в реанимации. Это бывает, еще раз, очень редко, и лечится, опять же, противовирусными препаратами. Намного реже, чем мы об этом думаем. И очень важный момент, у людей с нормальным иммунитетом, это развивается настолько редко, что практически никогда. И, если мы говорим о том, что он вызывает поражение нервной системы, ну, в виде именно тяжелых ситуаций, то такие пограничные ситуации, как правило, они вызываются герпесом. Я имею в виду, если ваш ребенок там дрожит подбородочек, или у него плохое поведение, или он какает не раз в день, а раз в три дня, это не значит, что у него именно герпес вызывает эти проблемы. То есть, нужно понимать, что наличие самого герпеса не гарантирует, что у ребенка все проблемы теперь будут связаны с этим герпесом. Есть много других болезней, поверьте мне, откройте международную классификацию болезней, вы офигеете, сколько там болезней есть. То есть, просто наличие герпеса, мы это будем постоянно повторять, не гарантирует то, что все теперь болезни связаны с этим вирусом. Переходим к ветрянке. Ну, ветрянку все знают. Ветрянка – и болеют обычно в раннем возрасте, болеют, ну, кому повезет, кто легко, кто не очень. Не очень, имеется в виду, что много высыпаний, температура, все это чешется, ребенок все это сдирает, спать не может. То есть, ну, такие, до недели такого не самого приятного времяпровождения, в принципе, чаще все обеспечено при ветрянке. Взрослые после 12, точнее, после 13 лет, конечно же, дети, после 13 взрослые болеют довольно, ну, чаще всего, довольно не очень хорошо. То есть, то же самое, состояние никудышнее, но потом человек выздоравливает в большинстве случаев, хотя, чем старше, опять же, человек, особенно после 13 лет, вероятность того, что это может протекать с тяжелым течением, то есть, поражением головного мозга, поражением других органов, то есть, даже с летальным исходом, выше, чем у детей. Особенно, все печально у беременных женщин, если беременная женщина не болела ветрянкой, и тут вдруг, во время прямой беременности она заболела. Во-первых, существует очень-очень низкий риск, но все же риск поражения плода, что бывает, честно, очень редко, но самое важное, что может быть риск тяжелого течения заболевания у беременной, особенно, есть такое понятие, как ветряночная пневмония, она развивается примерно у 30% беременных женщин с ветрянкой, протекать довольно тяжело, требует госпитализации, ну, и в принципе, летальность тоже довольно не низкая. Поэтому, поверьте мне, заболеть в взрослом возрасте и заболеть, тем более беременной, приятного абсолютно нету, да что я вам говорю, как бы, возможно, кто-то из тех, кто сейчас на меня смотрит, тоже болел в взрослом возрасте ветрянкой, и как минимум, часть вас скажет, что точно было ничего хорошего. Лечение такое же, как и предыдущего вируса, то есть, ацикловир, ацикловир на первом этапе, желательно первые трое суток, если поймали болезнь, можно лечить. Дети до 13 лет обычно не требуют лечения, особенно в легкой форме, люди старше 13 лет, лечение обязательно, ацикловир, ацикловир для того, чтобы сократить длительность болезни и уменьшить ее выраженность. Беременные женщины тоже получают ацикловир, обязательно, если у нее есть, собственно, ветрянка, естественно. Важный момент, что от этого заболевания есть вакцина. Вакцина, которая сейчас в наличии у нас, чаще всего это бельгийская валацикловир, господи, варилрикс, вакцина варилрикс, она живая, но, несмотря на то, что все боятся сейчас вакцин, тем более живых зачем-то, боятся все. Живые вакцины, они хорошие, в том плане, что они переносятся примерно так же, как и неживые, единственное условие, не должно быть тяжелого иммунодефицита, это, еще раз повторяю, большинство людей и не беременным, то есть без иммунодефицита и не беременным. И в таком случае вакцину можно спокойно вводить, начиная уже с 12 в идеале месяцев жизни, можно с 9, но лучше с 12 месяцев по-хорошему жизни, до самой старости в любом возрасте, если человек не болел, витрянку лучше вакцину сделать. Переносится прекрасно, в большинстве случаев вообще никак, это показывает и наш опыт работы с этой вакциной, и в принципе статистика международная, то есть вакцина переносится очень хорошо, побочные реакции крайне редкие, вакцина защищает на 85% после одной дозы, а после второй дозы на 95-98% примерно. И по поводу длительности, то есть что не будет болезни вообще, а если будет, то это будет такая легкая-легкая форма, что вам просто, вы даже можете этого не заметить. И длительность, самое важное, что люди обычно спрашивают, значит смотрите, момент такой, пока нет людей, которые были бы в детстве привиты, сейчас им было бы уже лет 70-80, то есть мы не знаем точно, вот прям железобетонно, не знаем, как например в ситуации с вакциной от кори, мы не можем 100% гарантировать, что защита будет до самого позднего возраста. Но, те люди, которые были в детстве вакцинированы, и сейчас уже им лет по 30, там минимум, то они защиту держат, и все у них в принципе окей, особенно после двух доз. Производитель Варилрикса утверждает, что исходя из их математической модели, они рассчитывают на защиту как минимум до 60-65 лет, если человек был привед в детстве. Но это опять же как минимум, то есть считается, что скорее всего защита будет такая же, как и примерно от вакцины от кори, краснухи паратита, потому что это тоже живая вакцина, тоже ослабленная, и поэтому скорее всего защита будет пожизненная, либо по крайней мере до такой самой старости, что уже в принципе вопрос будет не актуален. То есть считается, что человек получил две дозы, до конца жизни защищен, и ему никаких больше инъекций этой вакцины не нужно. Это касаемо собственно ветряной оспы. Теперь идем дальше, теперь идем к вирусу Эпштейнобара, и наверное сразу перейдем вместе с ним же к цитомегаловирусу. То есть эти два вируса на ходу, на слуху точнее, все о нем слышали, но большинство не слышали, это ВЭП, вирус Эпштейнобара, и цитомегаловирус, ЦМВ. Значит, что с ними? Во-первых, цитомегаловирусом заражены опять же примерно 50% всего взрослого населения уже. То есть примерно вот у меня сейчас 184 зрителя, это получается 50, 40, 90 примерно человек на данный момент сидят, и они заражены этим вирусом. Плюс-минус. Вирус Эпштейнобара заражены 95% населения, то есть практически всех, кто меня смотрит, и я в том числе с максимальной дуалетностью уже заражен этим вирусом. То есть это довольно частое явление, и частое, потому что это так называемые болезни поцелуев. Опять же, как и с вариантом с герпесом первого-второго типа, заражение в основном происходит через слюну, и это вот просто поцелуи, взрослые между собой, взрослые дети целуют, дети игрушками обмениваются, облизанными. То есть это нормальное, к сожалению, явление, ну как к сожалению, это в принципе нормальное явление, поэтому оно так было, так и будет. И это приводит к тому, что большинство людей уже в раннем возрасте заражается этими вирусами, и герб, и вирусом Штейнабара и с этим игловирусом. Заражение происходит еще раз в раннем возрасте, в большинстве случаев. И, как правило, чем младше человек, чем младше ребенок, тем больше вероятность, что это заражение будет бессимптомной. Помните, я вам говорил про герб из первого типа и второго типа, что часть людей переносит бессимптомно. Так же самое это касается и вируса Штейнабара цитомигаловируса. Большинство людей заболевание переносят бессимптомно. Вы даже не знали, что ваш ребенок это перенес. Либо же, это может быть в виде легкого ОРЗ. Ну как легкого, просто там температура, сопли, кашель, может быть, немножко лимфоузлы увеличиваются. И в принципе это все проходит, вы даже не понимали, что это был именно вирус Штейнабара, не сдавая специальные анализы. То есть дети у нас очень часто болеют ОРВИ, сопли, кашель, поэтому не будете вы после каждого ОРВИ сдавать анализы на эти вирусы. Ну вот, знайте, что большинство детей заражаются именно в раннем возрасте, чаще всего без симптомов, иногда видели какого-то легкого ОРВИ. Чем ребенок старше, то есть может быть и у маленьких детей, но чем ребенок старше, особенно подростки и взрослые, если они заражаются этими вирусами и вирусом Штейнабара и тамигаловирусом во взрослом возрасте, ну подростковый и взрослый возраст, то у них это может протекать в виде инфекционного мононуклеоза, это такое заболевание. То есть это форма заражения этими вирусами, причем 80% примерно инфекционных мононуклеозов это вирус Штейнабара, примерно там 10-15% это цитомигаловирус. Остальные вирусы тоже могут вызывать подобный симптом, но намного реже. Что подразумевает под собой инфекционный мононуклеоз? Это острое заболевание с температурой, с заложенностью носа, с увеличенными нёбными миндалинами, с увеличенными лимфоузлами, особенно задней шейными, могут увеличиваться любая группа лимфоузлов. И поднижнечелюстные, и подмышечные, и паховые, то есть многие группы лимфоузлов могут увеличиваться, хотя чаще всего это лимфоузлы в районе, собственно, шеи, особенно задней шейной. Температура, увеличение лимфоузлов, налёты на миндалинах, боль в горле, отёк глоточной миндалины, увеличение печени и селезенки, все это характерно для инфекционного мононуклеоза, может быть насморк, может быть кашель. Почему инфекционный мононуклеоз вызывает такие симптомы? Потому что он лимфотропный, то есть это вирус, который любит лимфоидную ткань. Лимфоидная ткань это все, что я перечислил. Это у нас и лимфоузлы, это у нас опять же небные миндалины, это вот глоточная миндалина, аденоиды, это у нас печень, селезенка, там есть лимфоидная ткань, они любят эту ткань, поэтому поселившись там, вызывают ее гиперплазию, увеличение, короче, грубо говоря, на фоне мононуклеоза увеличиваются эти органы. Поэтому ребенок при мононуклеозе или взрослый тяжело дышать носом, потому что нос забитый аденоидами, они увеличиваются временно, временно все, это очень важный момент. То есть временно увеличатся аденоиды, поэтому у ребенка нос обычно не дышит, он вот так вот сидит. Небные миндалины могут быть с налетами, там с такими налетами, что хайбахмылы, и налеты, и боль в горле, все это может быть. И опять же, лимфоузлы могут довольно быть довольно увеличенными, то есть прям там сантиметра 2-3, иногда больше, это родители очень пугают, лимфоузлы увеличились, боже, какой кошмар, и могут увеличиться печень селезенка, иногда довольно сильно. Но опять же, чем младше ребенок, тем менее выражены эти симптомы, чем старше человек, тем больше вероятность, что будет более выражены симптомы. Очень важный момент. Все эти симптомы, которые я перечислил, и температура, и увеличенные органы, которые я сказал, и печень, и почки, и печень, и селезенка, и лимфоидная остальная ткань, то есть и нёмные, и миндалины, и все остальное, это все временное, самопроходящее явление, как при вирусе Пштейнобара, так и при цитомигаловирусе. То есть буквально в течение недели, редко больше, зарегистрировано небольшое количество. Бывает так, что, короче, температура может быть, особенно на фоне цитомигаловируса, может быть и несколько недель, увы. Но, то есть температура постепенно сама нормализовывается, обычно довольно быстро, за неделю редко больше, может быть высокая, 39-40, может быть. Остальные ткани, которые увеличены, они обычно уменьшаются в пределах месяца редко больше. То есть всё, что вы не увидите из симптомов на фоне мононуклеоза, оно пройдёт и никуда оно не денется. Я понимаю, что это сложно очень поверить. Блин, ну ёлки-палки. Это так делается во всём мире. Если у человека инфекционный мононуклеоз, все знают, что это вирусная инфекция. Его лечить нечем. У нас нет препаратов, зарегистрированных от вируса Пштейнобара, как самого частого возбудителя инфекционного мононуклеоза. Поэтому забудьте, когда вам говорят, давайте полечим мононуклеоз антибиотиком зачем-то вообще, или каким-нибудь там противовирусным. Я не буду называть их вслух, но вы все прекрасно знаете, те, у кого был ребёнку, ставили мононуклеоз, вот всё то, что вам давали, это было абсолютно бесполезно, потому что у нас нечем лечить самый частый возбудитель инфекционного мононуклеоза. Просто нечем. Ацикловир один единственный препарат, который в пробирке нарушает деление вируса, но на практике, то есть на человеке, это не сокращает длительность заболевания, то есть это всё равно, что пить воду обычную. Я уже не говорю о остальных препаратах. То есть те препараты, которые вроде должны теоретически были бы работать, они, к сожалению, показывают очень слабые результаты. Против вируса цитомигаловируса есть лечение, но оно, поверьте, используется не в тех случаях, в которых вам хотелось бы. То есть, то же самое мононуклеоз цитомигаловирусный не лечится. Просто, опять же, вам то лечение, которое есть, оно вам не подойдёт. Поэтому инфекционный мононуклеоз, это кратковременное явление, требует буквально симптоматического лечения, жаропонижающего, питьё, то же самое, как всё остальное, ждать, пока все эти симптомы постепенно стухнут. Человеку, перенесшему мононуклеоз, когда он выздоравливает, можно гулять на улице, можно посещать любые места и коллективы, можно делать прививки сразу после нормализации температуры, можно отдыхать на солнце, можно посещать спорткружки. Единственный момент, что нужно понимать, чем старше ребёнок, ну, как бы хоть раз вы по-любому доктору покажетесь и проследите за тем, что у ребёнка доктор прощупал, пропальпировал печень и селезёнку, то есть, насколько сильно они увеличены. Если они особо не увеличены, то можно заниматься всеми делами, которые вы делали до этого момента, до заболевания. Если же они явно увеличены, то доктор может посоветовать вам, давайте пока отложим какие-нибудь травмоопасные моменты, типа там, вдруг там ребёнок ходит на какую-то секцию бокса или ещё чего-то, или футбола, ну, там, где его могут ударить по животу, да, вот этот момент нужно ограничивать до тех пор, пока печень и селезёнка не увеличились, но они обычно, опять же, уменьшаются, ну, буквально там пару недель плюс-минус, то есть, это недолго, это всё равно временное явление, оно абсолютно спокойно пройдёт, никуда не денется. То есть, можно делать практически всё, но если печень и селезёнка увеличилась, то, пожалуйста, подождите, пока они не уменьшатся, а потом уже занимайтесь такими, если есть какие-то травмоопасные, ну, это вообще, в принципе, избегать, ну, я имею в виду, то есть, такие контактные виды спорта, и тому подобное, чтобы не было ударов по животу. Это касаемо инфекционному нуклеозу. Что ещё, собственно, может вызывать вирусы Эпштейнобара, цитомигаловирус? На самом деле, вирус Эпштейнобара больше практически особо ничего не вызывает, это мы говорим особенно о людях с нормальным иммунитетом, а вот цитомигаловирус более интересный, потому что все вы слышали о том, что цитомигаловирус может вызывать поражение плода у беременных женщин, ну, и, может быть, вы слышали о том, что цитомигаловирус – это является проблемой для людей с иммунодефицитом, в частности, для ВИЧ-инфицированных. Поговорим о беременных. Значит, смотрите, очень важный момент. Нам важно, чтобы беременная женщина не заболела именно в момент самой беременности. Нам плевать, заболеет ли она до или заболеет ли она после беременности. Вообще абсолютно фиолетово. То есть, если у вас, допустим, вы беременная женщина, к примеру, точнее не беременная, вы планируете беременность, вы сдали анализы на цитомигаловирус, на антитела, вы проверили, вам говорят, у вас положительные антитела. Неважно, иммуноглобулины М или иммуноглобулины G или и то и другое, важно то, что если они уже есть и вы еще не беременные, все, можете вопрос этот по сути закрывать. То есть, вы можете беременеть абсолютно спокойно и это никакого вреда больше ребенку не принесет абсолютно. То есть, если вы заразились до беременности, это прекрасный вариант, то есть, вы не можете заразиться уже прям непосредственно во время беременности и вам о цитомигаловирусе нужно забыть. И тоже важный момент, неважно какой там титр антител, абсолютно, то есть, никто в мире не оценивает титр антител как угрозу к чему-то. То есть, у нас обычно как, если у тебя нашли антитела до беременности, хорошо, но если у тебя их много и у каждого цифра абсолютно своя, значит, что-то тут не то, значит, тебе беременеть нельзя, надо лечить цитомигаловирус, а вдруг он проснется и бла-бла-бла. Все это чушь. То есть, он либо есть, либо он нету. А титр антител вообще никакой роли не играет. То есть, если вы нормальная, ну, как бы, здоровая женщина, без иммунодефицита тяжелого, не ВИЧ-инфицированная в стадии СПИД, для вас вообще не играет никакой роли какой там титр антител. Вам фиолетово должно быть. То есть, он либо есть, либо нет. Все. То есть, доктор должен сказать, здравствуйте, у вас есть положитель антитела к цитомигаловирусу. Поздравляю. Вы не беременны, не беременны. Все, планируйте. Точно так же и после того, как вы, допустим, там всю же беременность ходили нормально, все было хорошо, но тут вот, точнее, не было у вас цитомигаловируса, всю беременность, тут вы родили, вдруг у вас нашли антитела. Точно такая же песня. За пределами беременности нас герпес абсолютно, цитомигаловирус абсолютно не беспокоит. Если же вдруг по каким-то особенностям женщина заболела в момент беременности, именно в момент беременности это выявили доктора, конечно же тут могут быть нюансы. Опять же нужно понимать, что это не показание прерывания беременности, потому что подавляющее большинство детей рождаются абсолютно здоровыми, даже если беременная женщина заразилась именно в момент беременности, абсолютно здоровыми рождаются и не требуют никакого абсолютного вмешательства. Как правило, выбирают тактику, если все-таки поймали, что женщина заразилась в момент именобеременности, выбирают тактику выжидательную, наблюдать за ребенком, а после родов сдают ему специальные анализы для того, чтобы определить, заразился он или нет. Это ПЦР, ПЦР слюны, мочи, либо крови, и это нужно делать обязательно только в первые 3 недели после рождения, и если ребенок зараженный, особенно если у него есть симптомы, это важный момент, если у него есть симптомы врожденной сетомегаловирусной инфекции, это сепсис, это микроцефалия, это высыпание по телу по типу кровоизлияния, увеличение печени, то есть желтуха. Ну короче, доктора знают этот синдром врожденной сетомегаловирусной инфекцией, и в случае, если у ребенка у вашего выставили такой диагноз, и особенно если есть в анамнезе у вас, в истории вашей болезни, что вы заразились в момент беременности сетомегаловирусом, или хотя бы предполагается это, обязательно ребенку делают анализ на ПЦР, и если ПЦР положительный, то ему проводят лечение. Препараты довольно токсичные, но опять же, они стоят того, то есть если ребенок родился с симптомами врожденной сетомегаловирусной инфекцией, его лечат, но лечение, как и диагностику, нужно начинать только в первые трое, три недели после рождения. Пожалуйста, все, что вы делаете после трех недель, это абсолютно бесполезно, к большому сожалению. То есть я вас должен предупредить, если у вашего ребенка вдруг, что маловероятно, это бывает довольно редко, все-таки выявили врожденную сетомегаловирусную инфекцию и не пролечили ее в первые три недели, там все, то есть все, что вы дальше будете делать, это абсолютно бесполезно. То есть все изменения уже произошли, вы на них повлиять, к сожалению, уже не можете. Большинство детей, опять же, даже если мама родила ребенка, заболев сетомегаловирусом во время беременности, большинство детей рождаются все-таки нормальными, даже если они заражены. И у небольшого процента развивается в дальнейшем тугоухость, то есть нарушение слуха, особенно в возрасте где-то годик, плюс-минус. И таким детям, к сожалению, требуется только скрининг, то есть их обследуют периодически на изменение слуха, и если они потом показывают нарушение слуха, то им ставят просто аппарат слуховой для того, чтобы у них был нормальный слух, потому что это важно для детей в раннем возрасте иметь нормальный слух, чтобы у ребенка была речь. И, увы, данных по исследованию, ну, короче, в общем, все плохо, то есть, опять же, прием этих препаратов, которые я говорил, это ганцикловир, валганцикловир, для детей новорожденных с цитомегаловирусной инфекцией, к сожалению, прием этих препаратов для профилактики тугоухости особо никаких результатов положительных не показал. То есть, если у ребенка есть именно врожденная явная цитомегаловирусная инфекция, тогда его лечат. Если же ребенок рождается здоровым, ну, даже если подтвердили, что он заражен, прием этого препарата, увы, не снизит вероятность того, что у ребенка не будет тугоухость. То есть, она либо будет, либо нет, нам просто нужно проводить скрининги и вовремя ставить слуховой аппарат для того, чтобы ребенок рос нормально. Вот, также для кого еще опасен цитомегаловирус? Он опасен для людей с ВИЧ в стадии СПИД. Ну, то есть, вот дети и взрослые, у которых есть ВИЧ в стадии СПИД, доктора знают, опять же, ну, те, которые инфекционисты, которые работают с ВИЧ-инфекцией, они знают о том, что при определенном титре, определенном уровне Т-клеток, это Т-клетки, это клетки, которые отвечают за иммунитет, но это часть из иммунитета. В общем, короче, при определенных показателях иммунитета цитомегаловирус может проснуться, даже если вы давно не заразились, вот вообще давно-давно. Если человек не получает антиретровирусную терапию, при падении иммунитета, когда уже СПИД развивается в тяжелой форме, может просыпаться этот вирус и давать симптомы, симптомы довольно тяжелые, поражение головного мозга и тому подобное. Поэтому всех, конечно же, все, кто болеет СПИДом, ВИЧ в стадии СПИД, особенно, ну, они требуют, просто ВИЧ, да, они требуют антиретровирусной терапии для того, чтобы у них не снижался иммунитет, не было иммунодефицита, соответственно, у них не было вообще проблем с этим цитомегаловирусом, тоже это очень важный момент. И вот, и теперь, а для всех остальных, друзья мои, абсолютно фиолетово, болеет взрослый ли ребенок с цитомегаловирусом или нет? То есть, как я вам объяснил, вот эти вирусы могут вызывать и вирус Абштенобара и цитомегаловирус, они могут вызывать у детей обычно бессимптомные заражения, и ты всю жизнь себе ходишь и никого не беспокоишь, ты даже не знал об этом, если не сдал анализ. Или же кратковременное заболевание, какое-то ОРЗ, особенно у детей, ты даже не знал, что это был вирус Абштенобара, цитомегаловирус. Или же в виде полноценного мононуклеоза, который пролечил себе симптоматически и живешь себя абсолютно спокойно дальше, да? То есть, ты живешь себе спокойно, пока у тебя нету ВИЧ-инфекции в стадии СПИД. Если этого нету, все, ты по большому счету больше к этому вопросу никогда в жизни не возвращаешься. Если тебе доктор говорит, что, ой, а что же это у вашего ребенка, что-то там, часто болеет ОРВИ, или ой, а что же это у него там атопический дерматит, давайте поищем герпесы, нашел герпесы, давай лечить. Зачем? Ну, если это не может быть вызвано герпесами, ни одним из них, ни тем более вирус Абштенобара, цитомегаловирусом. То есть, мы к этому вернемся, но я уже вскользь, в принципе, объясняю, что, то есть, не надо лечить абсолютно, не надо связывать абсолютно все заболевания с этими вирусами. Если же все-таки вы находитесь в группе риска, то есть, если это новорожденный, вы беременная женщина, вы родили ребенка у новорожденного, врожденная цитомегаловирусная инфекция, либо же вы взрослый, либо это ребенок с ВИЧ-стадией СПИД, тогда, возможно, вам понадобится противоцитомегаловирусное лечение. Вот. Это касаемо герпеса 4-5 типа. Герпес 6-7 типа. Это вирусы, которым заражено практически, если не 100% людей, то близко к этому. Поэтому большинство детей заражаются герпесом 6-го типа к 2-3-летнему возрасту. 7-й тип чуть-чуть меньше заражены, но тоже в раннем детстве обычно заражаются. Что они вызывают? Чаще всего ничего. Тоже человек заражается через поцелуй, через слюну. Опять же, эти вирусы все имеют одни и то же самое врата проникновения, кроме ветрянки. И вот, собственно, заразился ребенок, и у него в большинстве случаев никаких симптомов нет. Но бывает так, что с возраста с 6-ти месяцев до 2-х лет заражение этим вирусом может через пару дней, пару недель вызвать заболевание под названием детская розелла. Вы о ней услышали, да? Герпес 6-го типа это классический вариант, классическая причина синдрома детской розеллы. То есть, это температура несколько дней, потом она падает, появляется высыпание по туловищу. Многие из вас это видели у своих детей, и многие знают, что это была именно она. Многие думали, что это аллергия на норофен. Ребята, это не аллергия была на норофен, это было отдельное заболевание. То есть, когда у вас появились высыпания у ребенка после того, как температура спала без ничего, это было именно детская розелла. А не аллергия на антибиотик, либо на норофен, который вам уже давали. Это краткоременные заболевания, которые длится буквально недолго, а потом само сходит. То есть, температура, потом температура падает, большинство детей после того, как температура спала, начинают чувствовать себя плохо. Они такие капризные, раздражительные, сонливые, или наоборот, спать не хотят. Такие, что думаешь, блин, господи, вроде температура спала должна стать лучше, что ты ноешь? А это, собственно, маркер детской розеллы. То есть, плохое самочувствие после того, как температура спала. И сыпь потом появляется в течение буквально двух суток после спадения температуры, появляется высыпание. Высыпание трогать не надо, они сами проходят буквально за двое-трое дней. То есть, заболевание требует только симптоматического лечения, жаропонижающего и больше ничего. Температура спала, все, тупо ждем, пока состояние нормализуется. Герпес седьмого типа может вызывать подобную картину. То есть, знаете, что детской розеллой можно болеть даже несколько раз. Это бывает редко, но бывает, к сожалению. То есть, герпес седьмого типа, это второй, наверное, вирус по вероятности развития детской розеллы. И обычно это развивается у детей постарше. То есть, там, за три года и дальше. Иногда даже не у взрослых, но у таких детей, там, почти школьного возраста. Тоже такая же картина. Три дня температуры плюс-минус, и потом просто температура падает, и появляется высыпание. Это, собственно, касаемо герпесов шестого и седьмого типа. То есть, то, что они могут вызывать. Это то, что они могут вызывать у здорового населения. Еще раз. Если же ваш ребенок, или вы взрослый, которому предстоит или произошла уже трансплантация органов, либо же трансплантация костного мозга, то, возможно, у вас будут проблемы, связанные с этим герпесом. То есть, да, действительно, у довольно маленького процента людей, как я сказал, то есть, ну, вряд ли, что большинству из вас потребуется завтра пересадка внутренних органов или костного мозга. Так вот, собственно, только у этих людей или у других людей с тяжелейшим иммунодефицитом, еще раз, все завязано на иммунодефиците. Видите, как у всех почти вирусов, о которых мы говорим, особые формы, особенно тяжелые формы развиваются только у людей с тяжелым иммунодефицитом, которых у нас, я вот даже уверен, практически в чате нету. Ну, разве что один там два человека, и то, я не знаю, как вы сюда попали, но, допустим, как бы вы тут есть. А большинство людей этого не имеют абсолютно. Так вот, собственно, у них могут возникать проблемы. И поражение головного мозга, и других органов, в частности, вот головной мозг, энцефалит, вызванный герпесом шестого типа, на фоне пересадки костного мозга, к сожалению, встречаются. И для них это вот бич этих людей. То есть, они требуют, опять же, лечения дополнительного, потому что это может быть, ну, плохо закончится. Но, это касается совсем маленькой группы людей. Всех остальных это не касается. Всех остальных касается только вот детская розеола и до свидания. То есть, как бы на этом вопрос закрыт. И еще раз, полностью, пожалуйста, закрыт. То есть, нету иммунодефицита, нет проблем. Ну, не надо выдумывать, как бы, беду там, где ее нету. Мы сейчас это все обсудим. Но важно то, какие симптомы вызывает герпес шестого, седьмого типа. Это детская розеола. По сути, больше ничего у большинства людей. Лечения нету, лечения не требуют. Ну, лечения, опять же, для здоровых людей нету и не требуется. Для людей с проблемами, как я вам сказал, это вот люди с трансплантацией органов или костного мозга. Для них это, может быть, проблема, они иногда получают лечение. Это да. Но это отдельная группа. Поверьте, вы дома это лечение получать не будете. Это все будет в стационаре. Вот, мы обсудили, в принципе, то, что может вызывать наши вирусы герпеса. Какие заболевания, как их правильно лечить. То есть, большинство из этих вирусов лечить не надо, они проходят самостоятельно. При некоторых из них используются препараты, особенно это герпес первого, второго типа, и третьего типа ветрянка используются цикловир, волоцикловир. Для герпесов четвертого типа вируса Пштенобара нет лечения. Для цитомигаловируса есть лечение, но оно используется только в редких случаях. Это новорожденные с явной врожденной цитомигаловирусной инфекцией, либо же иммунодефицит тяжелый, тогда тоже в ВИЧ-стадии СПИД, тогда эти люди тоже требуют лечения. Герпес 6-7 типа обычно вызывает только детскую розеолу, кратковременная болезнь. В основном это у деток до 2-3 лет, редко больше. Это самопроходящее заболевание, лечения нет и не требуется. А если требуется, то это, опять же, препараты довольно токсичные, то же самое ганцикловир. Но в основном у людей фоскарнет, ганцикловир, это очень дорогие препараты, ребят, там просто космические цены, и они токсичные. И вот только у людей, у которых реально показания, это по сути люди после пересадки внутренних органов, либо костного мозга, особенно костный мозг. И то не всем. Теперь, идем дальше. Но, по несчастливому стечению обстоятельств, вы живете в тех странах, где медицина пошла своим путем. То есть, то, что я сейчас рассказываю, это я говорю о, скажем так, условно развитых странах, где по факту, по большому счету, проблем особо с медициной нет. То есть, она на высоком уровне, и все доктора прекрасно знают, о чем идет речь. То есть, они знают, где надо лечить, где не надо лечить. Но, вы живете в тех странах, где медицина пошла своим путем, и особенно это касается Украины и России. Ну, наверное, это практически все страны СНГ. И даже, мне так посчастливо, наверное, Харьков эпицентр этого всего. По крайней мере, мне кажется, в Украине это близко к тому. Ситуация такова, что, к сожалению большому, многим ставят диагноз какая-то там герпетическая инфекция. То есть, просто герпетическая инфекция, герпетическая микс инфекция, то есть, несколько типов герпеса нашли, да. Или один вирус герпеса шестого, седьмого типа, там, вирус обштейнобароцитомегаловирус нашли, и давай его лечить. То есть, как это обычно происходит? Нужно понимать, что большинство заболеваний, и у детей, и у взрослых, все-таки самопроходящие. То есть, не поверите, сопли проходят за 7 дней, сами, без сложных капель. Ну, так вот придумала природа, что человек, заразившись каким-то вирусом, из группы ОРВИ, да, вызывает кратковременное состояние, там, температура, сопли, кашель, а потом за неделю плюс-минус человек выздоравливает. Сам выздоравливает, потому что так было и так будет. А то, что мы делаем, это просто облегчение симптомов, и не более того. Ну, и создаем видимость, что мы что-то типа делаем. Это касается не только ОРВИ, это касается кишечных инфекций, это касается многих заболеваний, сопровождающихся высыпанием. Например, атопический дерматит, например, фолликулярный кератоз высыпания, например, ну, те же самые томатиты легкие и тому подобное. Какие-нибудь временные нарушения, отставания в развитии, которые потом компенсируются. Или, например, у ребенка вообще нет болезни, и просто доктор придумал на ходу, да. То есть, по сути, такая штука, которая, либо вообще это не болезнь, типа дисбактериоза, стафилококка там в кале, или что-то такое, что кратковременно организм с этим справляется, и все как бы окей. И вот, собственно, у вас есть два варианта. Либо вы попадете к доктору, который вам четко объяснит, что это такое, и надо ли его лечить, и пролечит, либо скажет просто, подожди, она сама пройдет, да. Либо вы придете к доктору, который просто скажет, это герпес, ну, просто так, с порога, это герпес. Почему? Да просто потому, что у всех герпес. И вот вам, а вы скажете, да нет, у меня нет герпеса, доктор, о чем вы говорите, как бы это не обо мне. А он говорит, а давай кровь сдадим. Ну, окей, давай сдадим кровь. И вы сдаете кровь, и там что-нибудь, да найдут. И вы понимаете, почему? Потому что я уже сказал, что большинство людей заражены хоть одним типом герпеса. И доктор говорит, так ты же видишь, тут же аж герпес. А вы скажете, так нет, доктор, ну, я слышал о том, что герпесом ноги заражены. Да, но смотри, какие у тебя высокие титры. Это ж капец, это ж 200, там, 300, 500, это ж такие титры, что ужас. Я имею в виду антитела сейчас, да, иммуноглобулиной G. Или, например, сдали ПЦР. Боже, какие титры, там, 10 в шестой степени. Это ж вообще люди не живут, так нельзя. То есть все твои симптомы связаны именно с этим герпесом. Скажите, доктор, ну так у меня там, я не знаю, там, что угодно, там, у ребенка, ну, соплет две недели. Да, это ж вроде как, ну, бывает такое. Нет, это герпес. И на самом деле, если человек особо не углублялся в эту тему, он на это обычно очень сильно клюет. И что происходит дальше? А происходит то, что я вначале сказал. То есть большинство заболеваний у детей и у взрослых самопроходящие. И вот вам доктор говорит, смотри, у тебя, допустим, вот какое-то высыпание, или у твоего ребенка, вот какая-то сыпь. Или твой ребенок, например, часто сейчас болеет. А это зима, то есть, ну, что зимой творится? Зимой, как бы, полно соплей, полно кашля, как бы, тут без вариантов. И тут уже вы приходите среди зимы такие, там, или под конец зимы уже, доктор говорит, «Боже, я так устал, а у меня ребенок постоянно болеет, помогите, что с ним?» Он говорит, «Так это герпес». Ну, окей, сдали на герпес, нашли там вируса Пштенобара. «Ой, высокий титр надо лечить, потому что это он виноват». И начинается какое-то лечение, да. Ну, используются препараты, которые обычно не работают на эти вирусы, но используются. Курсы обычно долгие, там, ну, пару месяцев иногда, плюс-минус. И вот пока вы что-то лечите, типа что-то лечите, оно само по себе проходит. Ну, весна наступает, дети перестают часто болеть. Атопический дерматит в ремиссию вошел, потому что, опять же, весна наступила. У ребенка лимфозы уменьшились, потому что он болел накануне каким-то вирусом. Ну, короче, в общем, вариантов очень много. То есть, что-то такое, что просто было и прошло. И понимаете, в чем проблема? И после этого, когда вы увидите, что мне доказали, что у меня герпес или у моего ребенка, и мы проходили лечение, и проблема была решена, вариантов, что вы не поверите, что это абсолютно совпадение, просто нет. Ну, потому что все было. И диагноз, и анализы, и лечение, а потом все прошло. И это приводит к тому, что многие люди у нас, к сожалению, и пациенты, и сами врачи верят в то, что то, что они делают, это правильно. Ребят, ну, нужно понимать, что то, что произошло после, не значит, что произошло вследствие. Есть у нас куча болезней, которые не завязаны на этих герпесах. И они давным-давно уже описаны, мы знаем четкие их причины. Просто доктор либо хочет разобраться в этой проблеме, либо просто не хочет в этом разбираться, либо уже просто привык насколько к этому, что сам верит, что все в герпесах проблема, да, то он вам будет лечить ваши герпесы. И если у вас самопроходящее заболевание, оно пройдет, вы будете счастливы. А если у вас не самопроходящее заболевание, то все будет очень плохо. Потому что потом вы получите проблему. То есть, я как бы этому очень плохо отношусь. Я плохо отношусь к лечению герпесов там, где есть совсем другая беда. Но так довольно условно, как бы, ну, лечатся, лечатся. Если там что-то самопроходящее, я вижу, что это пройдет, там, мы часто болеем урвы. Ну, господи, проходите эти, пейте этот ваш, вставляйте в попу свечки с интерферона, будет вам счастье. Все равно когда-то перестанет болеть. Но, есть же ситуации более сложные. Например, эпилепсия, отставание в развитии. Что-нибудь более сложное такое, да, какой-то реальный иммунодефицит. И вместо того, чтобы заниматься этой проблемой, а если ей не заниматься, то будет только хуже, мы создаем иллюзию, что мы что-то делаем. И эта иллюзия потом резко лопается, когда мы понимаем, что что-то уже идет не так. Но это обычно уже поздно. Опять же, многие случаи, когда у нас детям пропускали опухолевое заболевание головного мозга, в том числе, например, эпилепсия. Ребенку ставили герпес шестого типа, лечили герпес шестого типа, эпилепсия не улучшалась. В конце концов, ребенок оказывается в другой стране, где поставили опухоль головного мозга. Здравствуйте, как бы надо было делать это раньше операцию. Или, например, у ребенка какой-то иммунодефицит или какое-то аутоиммунное заболевание, да, которое требует контроля, иначе это будет плохо закончиться. У ребенка необъяснимые лихорадки. У ребенка, например, синдром Маршалла. Периодически поднимается температура без каких-то явных причин. Ну, поднимается по факту. Есть такая группа заболеваний, называются эпилептические болезни, в частности, синдром Маршалла, самая частая из них. Просто вкратце объясню, это когда у ребенка примерно в одно и то же самое время, с интервалом месяц плюс-минус, появляется температура, может быть боль в горле, налеты на миндалинах, увеличенные лимфоузлы, иногда высыпание во рту. Это все как под копирку, тупо каждый месяц повторяется, повторяется. Мама даже может сказать, когда у меня этот симптом, новый приступ будет. Это длится обычно несколько лет. И такому ребенку ставят все, что угодно. И герпесы, и повторную ангину, лечат антибиотиком, и это не помогает. Все равно ребенок приступ сам проходит, а потом обратно появляется. И потом, в конце концов, пока оно все когда-то не закончится. То есть, это такое благоприятное заболевание, не страшное, но неприятное. Но есть другие формы периодистских болезней, которые, если не лечить, то, конечно, печалька. Но фишка в том, что такой ребенок несколько лет может получать совсем не то лечение, которое нужно. Он получает какие-то противовирусные, которые вообще не являют никакого отношения к синдрому Маршалла. И таких заболеваний много. Их перечислять, не перечислять. То есть, наша немножко медицина уже перешла в небольшой такой абсурд. То есть, те врачи, которые, к сожалению, большом... Еще раз, то, что я сейчас рассказываю, я с огромным удовольствием не хотел бы этого всего рассказывать. То есть, многие подумают, что я там типа кичусь. Ну вот, сидит там умный, сидит себе рассказывать, какой он грамотный. Ребят, я не хочу об этом говорить. Я хочу, чтобы все, что я вам сейчас рассказывал, рассказывали другие доктора. И, к большому счастью, сейчас уже таких докторов становится все больше. И в Харькове, и в Киеве, и в других городах, и в других странах. Все больше и больше докторов, которые уже отходят от этой манеры выставлять всем одни и те же самые диагнозы, подтверждая их через одно место. Но пока мне приходится об этом говорить, потому что пока на данный момент еще недостаточно критическое количество врачей, которые понимают, что не все болезни у нас от герпеса. Поэтому извините, если это выглядит немножко как поучительно, но я стараюсь, опять же, когда я говорю об этом, я стараюсь так, чтобы доктора не сильно обижались, мои коллеги, но по факту мы сейчас что-то делаем не то. То есть мы сейчас делаем большую-большую ошибку, большую-большую проблему. Мы пропускаем те заболевания, которые нельзя пропускать. Мы даем людям ложную надежду на то, что не лечится. Например, у ребенка тяжелое какое-то заболевание, которое невозможно вылечить. Мы объясняем родителям, что это возможно просто пролечить и герпес. Они тратят кучу денег, они вливают просто огромные средства, продают квартиры, продают все что угодно в надежде, чтобы это помогло. Оно не помогает. И это проблема. Если у человека какое-то заболевание, с которым уже невозможно бороться, нужно об этом ему говорить, просто нужно уметь это говорить. Или же если это заболевание, которое можно вылечить и нужно лечить, так давайте ставить правильный диагноз и давайте будем правильно это делать и мы будем спасать жизни. Если это самопроходящая штука, так и скажите, что это само пройдет. Поверьте, большинство родителей все прекрасно понимает. Если им объяснить на руках, на пальцах точнее, что происходит с ребенком, объяснить, успокоить, что это лечить не надо, сейчас у вас сопли через пару месяцев закончатся, потому что сезон закончится. Все у вас будет окей. И большинство родителей это понимает. Но если вы их начнете бросать на эти герпесы, то потом будет каша у них в голове, у вас будет каша в голове. Мы потом будем опять же на одном месте топтаться. Вот. То есть, в принципе, основу я объяснил. Я объяснил то, что эти вирусы могут вызывать, как их правильно лечить. Я объяснил, что большинство заболеваний не связаны с этим вирусом и герпесом. То есть, не надо цепляться за каждую проблему и связывать с этим герпесом. Просто потому, что у вас нашли антитела к ним. У большинства людей есть антитела к этим вирусам. И антитела лечить не надо. Не надо лечить герпес, надо лечить больного человека. Окей. Теперь мы движемся к вашим вопросам. Я предупреждаю сразу, прошу прощения, я очень долго рассказывал, поэтому буквально не больше, чем 10 минут. Я эфир сохраню. Давайте пишите ваши вопросы. Пару вопросов буквально. Я просто не хочу эфир за час. Я не знаю, есть ли там еще возможность сохранять в IGTV часовые презентации, точнее видео, или нельзя. Если можно, я постараюсь, чтобы оно влезло. Вакцина цитомигаловируса не существует. Можно ли заболеть ветрянкой дважды? Можно теоретически, но это бывает крайне редко. Единичные случаи описаны. В основном, заражение ветрянкой в повторной, это на самом деле была не ветрянка. Например, это была рука-нагород синдром или какое-то другое заболевание. Комары покусали. Ребенку ставят ветрянку, а потом через несколько лет он заболевает полноценной ветрянкой, и оказывается, что ребенок болел два раза ветрянкой. У меня был ребенок, который три раза типа болел ветрянкой, хотя на самом деле он не мог три раза болеть. То есть понятно, что чаще всего этот диагноз был выставлен неправильно. Ваше мнение по поводу повторной ветрянки только что сказал. После перенесенного гриппа в месяц, как выздоровели до сих пор, увеличены лимфоузлы. Увеличены лимфоузлы это обычно не то, что понимают родители. Увеличены лимфоузлы это то, что в районе шеи, подмышек, либо паха больше чем сантиметр в поперечнике. Нормальные лимфоузлы они до сантиметра в поперечнике и продолговатые, как фасолины. Поэтому, если у вашего ребенка увеличены лимфоузлы, вы можете пойти на УЗИ, но если все лимфоузлы в поперечнике в коротком промежутке меньше, чем... Пришел. Если они в поперечнике меньше, чем сантиметр, а длинные такие, это нормальные лимфоузлы, То есть, их трогать абсолютно не надо. Пришел красавец. Привет. Так, значит, протефлозит против первого-второго типа препарат не имеет доказательной базы. Герпес шестого типа может вызвать мануклеоз у ребенка? Теоретически, подобные симптомы могут быть вызваны, но это бывает намного реже, чем остальные, чем герпес вируса Пштенобара, либо цитомигаловирус. Чаще всего герпес шестого типа вызывает детскую розеулу. Именно типичный мануклеоз, ну, очень редко. Хотя, возможно, но очень редко. Значит, температура 37,2, больше полугода, периодически воспаляются лимфоузлы, все списывают на герпесы. Так ли это? Нет, не так абсолютно. Извините, но тут нужен нормальный осмотр. Если вы в Харькове, можете ко мне записаться, мама-врач, я вас посмотрю. Но это точно не та проблема, на которую все списывают. Вообще, норма до 37,5 температура. Воспаляются лимфоузлы, я вот этот момент и не могу вам пока комментировать, потому что я не понимаю, что вы подразумеваете по словам воспаляется. Если вы в Харькове, приходите. Так, спасибо большое за добрые слова. Если нет антител перебеременностью. Стараться ограничивать себя в поцелуях с другими людьми, особенно с детьми. То есть, целовать других деток, родных, допустим, племянников и тому подобное. Либо просто знакомых деток не целовать. Потому что попадение слюны вам в рот может вызвать, собственно, заболевание. И других людей тоже старайтесь не целовать в губы, для того, чтобы не произошел контакт со слюной, и вы не могли заразиться. То есть, старайтесь просто быть вдалеке от поцелуев других деток и других взрослых. И тогда с большой долей вероятности вы не заболеете. Так. Я рекомендую вакцинацию от ветряной оспы, а я об этом вначале говорил. Доктор, как узнать, заболело до беременности или после? Ну, после, к сожалению, уже не могу сказать, как. То есть, если вы сейчас забеременели, вы сейчас беременные, то вам нужно сдать анализы иммуноглобулины М, G и овидность к иммуноглобулину G. Есть такой анализ. Но, опять же, это все нужно доктору, чтобы доктор вам конкретно подсказал. Потому что, ну, как бы нужно смотреть, какие у вас там анализы, и именно вот эти вот иммуноглобулины М, G и овидность, и знать вашу неделю беременности, тогда, чтобы я мог ответить вам, какая там ситуация. Если у вас есть анализы, и у вас этот вопрос насущный, вы сейчас беременны, у вас есть анализы, вы можете мне написать на почту, если хотите. Но это будет онлайн-консультация. То есть, если вам это требуется, пожалуйста, напишите мне на почту, она у меня записана на странице моей, на главной. Пожалуйста, без проблем, пошлите запрос на онлайн-консультацию, и я вам помогу разобраться, если такая проблема есть. Так, слушала с открытым ртом, все прям по полочкам, спасибо. Пожалуйста. А веб вызывает рак? Да, но намного меньше, чем об этом мы говорим. Ой, боже, ну я не успею абсолютно этот вопрос обсудить, к сожалению, извините. Я, по-моему, выкладывал, у меня должно быть, по-моему, у меня должно быть, да, есть. У меня, пожалуйста, на моей странице в инстаграме, посмотрите, пожалуйста, там внизу покартайте, у меня там есть статья про, конкретно про онкологию и вирусов Штейнобара, там все расписано. Так, 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 ну ладно, хорошо, ребят, все, Паркер, скажи пока, скажи пока, скажи пока, скажи мою котя пока-пока. Вот так вот. Да не убегай ты. Все.